как тох абонент вез мотовелосипед в кострому и обратно почему такое странное название спросите потому что по сути это я тянул мотовелосипед к цели а не он меня но обо всем по порядку всем привет это абонент я еду в кострому на мотовелосипеде 300 километров между прочим непонятно когда еду точнее мне это понятно я уже доехал и смонтировал видео а вообще нет я выехал в час дня решил ехать на электричке до города пушкина а тут уже на ярославку начало пути было трудно моего было две полосы в каждую сторону очень узкие с ремонтом и по бокам с плитами ну а еще тебя фуры щемят короче от закончился минут через 15 и началась просторной трассы широкими карманами за сплошной наконец к 7 вечера пришло время заправляться и есть на из с там же подрегулировал сцепление стартанув стало холодать до солнышко еще зажигала наконец темне встала ехать холодно и руки мерзли путешествие превратилось настоящий экстрим заходом солнца ибо фара у меня не было кое-как доехав до ази с близ переславля залезского и обнаружил что крыло задней растворилось на просторах необъятной родины было 23.00 на часах я пошел спать через дорогу заправки в поле на следующий день моё финансирование сократилось я узнал по телефону собрав палату я поехал на поиски крыла не найдя которая поехал в переславль есть за гайками скотчем последний кстати в путешествие был самым полезным после прокладки между рулем и сиденьем устав вести палату в рюкзаке и плечи уже давила я переложил ее в багажник о чем потом пожалел в переславле встретил деда на таком же моторе с которым пообщались вот кусочек этой встречи а у вас а вот этого велосипеда на что за велосипед но это был у меня раньше это тоже мотор велосипед какой советский да был вот это баг а вещь не подошел корпоратор сзади у меня такой же как у тебя мощный ага ну до 45 у меня разгоняется до 45 45 у меня побольше ну едет да по моему получше Наконец, вырвавшись из города, я рванул в Ярославль. Где-то посередине ролик-натяжитель цепи с одной стороны опромсался, и цепь залезала на его кромку, перевернув. Наоборот, проблема решилась. Наконец, к девяти я был таков у Ярославля. Далее добивать путь без фонаря до Костромы. Еще 70 километров было безумием, поэтому я пришлось тащиться в город за фонариком, едой и суперклеем. В 23.00 я начал путь в Кострому, прикрепив на скотч фонарик. Эта часть пути была фантастически красива и опасна. Августовские звезды на трассе сыпались, как из ведра, а фонарик из Китая время от времени газ в самый неподходящий момент. Наконец, в час ночи посередине пути заклинило цепь, и я решил отознак уже пойти на покой и в придорожном лесу. Немного жутковато спать одному в лесу, и я решил пожечь костер, и меня отпустило. На утро обнаружил в новой, блин, палатке маленькую дырочку. Она образовалась из-за неудачного крепления к багажнику скотчем. В отличие от прошлой ночи, волю проспавшись, я стартанул без знания, сколько времени. Все разрядилось, кроме камеры. Осталось спросить время у деда на велике, а им оказался велопутешественник из Германии 74 лет от роду, который 11 раз едет по России на велике. Вот кусок этого разговора. Он вообще, на самом деле, все гайки раскручиваются, он вибрирует очень сильно. Гайки раскручиваются, постоянно нужно подкручивать, тяжеловато, если сейчас. Устаешь от этого. Камера из Тайвана. Как? Тайвана, Китай. Теперь русский. А, это тайваньский камер. Тайваньский камер. А по Европе тоже, наверное, ездили, да? В Европе нет. Да. До 2007 года вокруг Германии. Польша. Австрия. Франция. Круксембургия. Голландия. И потом я уехал на паром от Росток до Толина. И от Толина на велике обратно от Солу-Перну Солка-Ски-Рига. Более подробно вы можете посмотреть по ссылке в описании это интервью на трассе. На третий день пути задница, мягко говоря, уже офигевала от путешествия. Это вам не Хонда Голд Винг. Когда до Костромы оставалось считанные километры, по звезде пошло абсолютно все. Багажник отвалился от креплений на раме. Перемычка, куда он прикручивается, просто отвалилась. Из-за правых очков вылетела линза, а цепь в очередной раз заживала. Как ни странно, через час мне удалось устранить часть этих проблем и продолжить путь. Кое-как, доковыляв до центра Костромы к пяти вечера, уже в городе укоротил цепь буквально на коленке. Ну вот я в Костроме. Короче, наехал на последних силах. Еще в начале пути у Москвы встала проблема от частой заправки. 1,9 литра бака хватало на 65 километров. Пришлось возить с собой баклажки и заправляться каждый раз по 4 литра. Два в бак и два в баклаху. Так как, что отвалиться в следующем, я не знал, и я решил не испытывать судьбу и отправиться домой на электричках. Отдохнув, поев, посмотрев Кострому, я решил ебашить обратно в Ярик к 4 утрам на электричку до Александрова. А оттуда уже на электричку до Москвы. Заправился в 11 вечера на объездной и поехал. Как ни странно, мотовелосипед работал безукоризненно и где-то в 3 ночи я был у вокзала Ярославль-Главный. Платить за электричку не хотелось. Я решил, пошел узнавать у пассажиров, есть ли тут в 4 утра контролера. Все в один голос ответили, что есть и весь путь. Пришлось предпоследние деньги потратить 500 рублей на собаку. Я никогда столько не тратил на электричку. Бурятка контролерша к тому же хотела еще и багаж меня взыскать, но была послана куда подальше усталым человеком. На следующую электричку я не сел и не сплатил ни копейки и спокойно доехал уже к 14.00 в Москву. Какие выводы можно сделать от первой дальней поездки на мото-велосипеде? Во-первых, сидушка явно не туристическая, задница на третий день уже отказалась на ней ехать. Во-вторых, частые заправки, бака хватает на 65 километров. Ну что это такое? Третье, гайки раскручиваются на раз-два-три из вибраций. Не знаю, что открутится в следующем. Четвертое, цепь постоянно слабевает и она уже натягивает. Пятое, едет медленно, поэтому не рассчитывайте объехать всю Россию за 8 дней. С учетом поломок, заправок, перекусов, в день удавалось проехать 150 километров и это при хорошей погоде. Ну что же, это была короткая версия ролика о поездке. Длинную смотрите по этой ссылке или в ссылке описании. Спасибо за просмотр, если понравилось видео, ставьте лайки, делитесь видео. Всем пока!